Слушайте Радио Болтком Утро на Болткоме Ну что же, не секрет действительно о том, что мы живем практически в интернете, совершаем в интернете покупки, мы общаемся с друзьями, мы практически во времена изоляции, ну, вся жизнь происходит, и работаем в интернете, получаем зарплату, заказываем еду на дом, То есть интернет становится для нас не просто инструментом, но и практически частью жизни И все это выкладываем в интернет, получили зарплату, выложили в интернет, получили еду с вольтом-больтом, выложили в интернет, особенно в инстаграм, сразу моментально Зачекиниться нужно же обязательно, там, где мы куда-то пошел, рассказать людям обо всем Тем не менее, мошенники не дремлют и изобретают все новые и новые способы кражи наших личных данных И вот что делать в таких ситуациях, чтобы интернет был безопасным Вот сегодня мы поговорим вообще о всех каких-то опасностях, которые нас подстерегают И что последние какие-то тенденции, может быть, связанные с этим С нами на прямой связи глава организации «Дрожь с интернет» Майя Катковска Лабрей Лабрей Лабрей, доброе утро Значит, одна из последних тенденций, насколько нам известно, мошенники воруют аккаунты латвийцев в сети Инстаграм Более того, воруют, они требуют выкуп Майя, расскажите, как это возможно и как от этого уберечься? Да, погащая года нога, два недели, мы сомневаемся с тем, что мы сомневаемся с тем, что они Инстаграм kontи Крапнике Пепрест изпирку Макса, если человек Велит отгода Пеклип Савим Контем Редет, как Таааа Беззага Конт Савим Дива Фактору Атентификация Савим Социалитика Контем У Кроме 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 Дива со лица, отентификация, и человеку, в том числе, и они находятся в своей стадии, которые, в котором Instagram, что-то, устроение коды, когда-то, 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 у нас есть? Как-то, что-то, уentreвая, а, может, как-то, устроить пароли, и то, что-то, устроение кодов, устроение коды, устроение коды. Лидца то, что-то, если бы, что-то, Пасаргать свою конту. Если не уникли эти две факторы, то крапнике им венкаршем узласть из конту, потому что они ввели пароли. Пароли изминаны в дастах веи. Человек не успеет из-за сайта, которые они уникли, и пароли в тихо веи. В дастах и веи. Крапнике Играция закрабка из-захода. Вдруги саботы, которые они находятся с днем, и они могут переборовать в каком-то, но они обозначены с подъемом. И тогда они закрабят подъемом ваку, и они саботятся в актинге, чтобы их скрабить на наскорбку. Вдруги, как это было, есть удачные, когда они были ваше время, когда они были скрабки, то, у нас гадангалеса два недели наиболее, паутиски пауга крапнику активитетов, у пара стекла изпиеса, например, 60, 80 литров 100 евро, то науды сумма, кое человеку, спея, подумает, что это сумма, кое они готовы накапливать, чтобы отголить свои фотографии, все информации, которые они умерли социалитика. Но насколько вот эта угроза действительно, сколько может стоить вот этот аккаунт, конт в Инстаграме, потому что есть ведь люди, у которых очень много фолловеров, которые зарабатывают даже на этом деньги. Вот сколько может такой аккаунт стоить, потому что, ну, для обычного человека, ну ладно, я открою другую, пусть они там пустят, что хотят, я просто скажу, что у меня теперь другой аккаунт. Пожалуйста, это. Продолжение следует... Ну а в группе риска кто больше находится? Какие-то простые пользователи, либо все-таки инфлюэнсеры? Да. Продолжение следует... 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 Праса науду, сута сайты, которые спешат параллз на жёсу сакоте. Лидц за то, что это тема, что человек очень неудачно, что он устроен, и они верят самоксать науду. Крапнике то запрот. Тадо наудас сумма будет пить, что нелие, чтобы человеку аспекту, и успею самоксать. Если вы просите 1000 евро, то, я думаю, что большая часть не думает. Что по этому поводу думает полиция, как она реагирует? Обращаются ли эти люди, пострадавшие от машинников в интернете, правоохранительные органы? Проблема в том, что эти работники, которые возложат контуры, они не отродят в Латвии. Они не отродят в Латвии. Безбежав, они меют сазинаться с программой программой. Они меют сазинаться с Латвии, как люди, как люди, как люди, как люди, но они не отродят в Латвии. Некольте, что они не отродят в Латвии. Великой, если они не отродят в Латвии, то они не отродят в Латвии. Великой, если они не отродят в Латвии, то они не отродят в Латвии. Великой, если они отродят в Латвии, то они не отродят в Латвии. Великой, если они не отродят в Латвии, то они не отродят в Латвии. — Напомню, мы беседуем с Майей Котковской, главой организации «Дрожжинтернет», «Безопасный интернет». Майя, скажите, вы упомянули Панаму, как в качестве примера так вскользь прозвучало, но это означает, что мощный рост взлома аккаунтов не направлен только на пользователей из Латвии. То есть они действуют в планетарных масштабах, эти мошенники. Это бешеный бизнес? — Прот 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 У нас есть организации, которые, например, в Филиппинах, есть много ангарс, где 300 или 500 работники, все сэжи по даторам, в пол-working-то, и они главные мероприки, например, интима и позиции с человеком, как фотоизвелинание, и тогда науды изспешение. Это у них как работа. Они отдают на работу, и это то, что они надарбуются. Они обрабатывают человеку, изспежут науду в различных условиях. И они обрабатывают на 60 евро только 10 человек в день. Они обрабатывают конту и изспежут науду только 10 человек, чтобы они уже буты на 60 евро в день. Майя, скажите, мы сейчас говорим про Инстаграм. Какие социальные сети наиболее уязвимы? В каких социальных сетях происходит больше денег? Какие, может быть, наоборот, более безопасные? Ну, виски, буты буты, виски тихли, которые очень много лета, они интересуются, потому что они интересуются. Они обрабатывают информацию, которые они обрабатывают, Лиалайка стыклась, лиалайка успеха отверстия к чему-то, к чему-то апректируют. Протams, Facebook, гана дaudзгадий, Instagram, т.е. на Криву, т.е. ВК. Т.е. т.е. т.е., гана дaudзгадий, гана дaudзгадий, раку апкрāpšanas, bet, завukārt, šie lielajā tīkli ir tie, kur arī administrācija cenšas pēc iespējas izķert, kontrolēt lietotājus un izķert šos krāpniekus un nerati, piesim, ar tādām nelegālām aktivitātēm, kad krāpnieks grib nodarboties, cilvēks grib nodarboties. Та схема такая, что люди изруют человеку популярностью социальной стиклой, например, педофилы вели изруют бэрну. Та издала инстаграма, где есть много бэрну, а затем изруют бэрну из нелелом платформам, которые, например, не смотрят, не контролированы и контролированы. Та издала инстаграма, а затем издала инстаграма, а затем издала инстаграма. Вот эти действия относятся не только ко взрослым, о которых, может быть, даже меньше жалко, но и детям. Ваша организация проводит какие-то семинары, вебинары, посвящённые вопросам безопасности, как себя правильно вести, как реагировать, на что обращать внимание, какие-то триггеры, куда сообщать. Расскажите, пожалуйста, об этом. Расскажите. Гиндами центра. Гиндами центра. Гиндами центра. Гиндами центра. Продолжение следует... Dažādas kāmpaņas sabiedrības izglītošanai, tātad šis izglītošanas darbs, tad mums ir droši internetā vai mājaslapā ir ziņošanas iespēja par dažādiem pārkāpumiem internetā. Ja cilvēki atroda nelegāli saturi, ja viņi ir apkrāpti, ir kādas problēmas situācijas internetu vidē, kad var pie mums vērsties, gan ziņot par saturu, gan arī saņemt atbalstu, konsultāciju, kā tieši rīkoties, kas būtu jādara cilvēkam viņa problēmas gadījumā. Līdz ar to aicinām, ja cilvēks nepalikt viens pašs ar saviem problēmām, bet tiešām lūgt padomu, tad mēs konsultējam un izstāstām, kā būtu jārīkojas viņam. Un, savukārt, mēs arī sadarbojamies gan ar valsts policiju, gan ar sociāla tīkla administrācijām, lai pēc iespējas ātrāk, piemēram, ja kāda bērna kālisla to ir nonācas interneta vidē, kādā sociālā tīklā, tad sadarbojoties ar sociālā tīkla administrāciju ir iespēja pēc iespējas ātrāk šos saturu izdzēst no sociālā tīkla. Un mūsu partners, valsts policiju, aizsardzības, inspekcija nodrošina uzticības tālu un darbību, kur gan bērni, gan arī viņu vecāku, gan arī pedagogu var zvanīt un saņemt psihologu konsultāciju par dažādām problēmām interneta vidē, kas ir bijušas. Što nazāvās drošu bezpēc, nāk siekīt takvējā pāžārnī. Zagrīpīm ētu informāciju. Znāčīt, saita nazāvās drošs internets, drošs internets vādno slovā LV. Znāčības. – Mums tīkā. Znāčības ir āklācību. Paldējā zanēt. Čudīgi. – Vācības nētpā? oro. – Uzه. Да, у меня вот был вопрос, может быть, тоже повторение темы, но тем не менее очень важный. Мы все прекрасно понимаем, что мы зарегистрированы в огромном количестве всевозможных сайтов, сетей, социальных сетей, и каждый требуется как будто бы свой пароль. Но тем не менее человек не может удержать в голове 20-30 паролей. Мы все время, ну, искушение есть один и тот же пароль использовать в разных сетях. Правильно ли это, и как вот все-таки вы посоветуете вести себя, ну, хранить эти пароли в записной книжке, в мобильном телефоне записать где-то, или каким образом решить эту проблему? Ну, да, ну, да, да, да. когда он не может быть, но не может быть. Лише не может быть. Лише не может быть. Это проблема. Это очень много паролей. Все будут измирты. Ведом бритах ты не может быть. Лише, ты не можешь быть. Паролей. Таким. Нелие то паше пароли Эпастам и социально-текла фондам, потому что, если у вас пароли, я узлаузу фонд, урезвы узлаузы и Эпаста, и не будет успеем пиклик самым фондам. Если у вас пароли, то паше пароли будет очень грустно. Таааааааааааа. Так что два выхода. Либо тренировать память, либо меньше пользоваться социальными сетями. Ну что делать? Смотрю, что у нас уже совсем мало времени. Хотелось поговорить и о безопасности интернета для детей. Мы все время упоминаем о том, что родители действительно очень беспокоятся за своих детей. Как в этом случае объяснить, может быть, ребенку, что можно выкладывать о себе какую информацию, а какую нет? С какого возраста вообще можно заводить аккаунты в соцсетях? И стоит ли, ну может быть, как удержать ребенка, потому что для него социальные сети – это все-таки общение с друзьями и расширение какого-то, ну, познание мира, если так выражаться так высоким языком? удачи самам первеноклассyer уобразов на виду. И тогда пирог expressive началась с учебетом социальности, потому что они предоставят другую грибов. Они хотят брать, они хотят по другому, они хотят рождаться из России. Они хотят об этом сфере, какая компании приехали с собой, когда они могут верить, которые они! И они не так говорят, что они должны знать, если они мальчика были в гоsgr Economе, и регистрирует инстаграм, что не нужно дзест и азликать бэрнам, потому что, если он хочет быть, он будет, но он будет, но он будет по клусу на ветерах. Довси сфальгах будет ветерах зинаться, где они будут регистрируются. Ветерах, может быть, к этому ветерам есть конца, а по этой платформе, или к этому родинейкам, братьям, мазам. Лижесть за то, бут тут плать и видеть, Как, 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 как. о том, как будет здорово. Первый мир — связи с срешением, связи с срешением с школьными бэрнами. Если вы хотите интернет, то там есть вариант. Возможно, что вы хотите получить фотографию, а информационные информации, а социала стикл а также может быть вращаться, что надо позволить срешать, как вы хотите, что вы хотите, И, конечно, в том числе. и я параду тази, чтобы они были первыми, которые позволят бедным так далеко от этой ситуации. Это памятная вещь, которые я изруна, я издалясь к бедным. Спасибо. Спасибо. Время, к сожалению, вышло. С нами была Майя Котковская, глава организации Дроша Интернета, безопасный интернет. Мы говорили о безопасности в интернете, участились случаи машинищства, и варуют аккаунты, и шантажируют, и требуют выкупы. И все такое прочее. Особенно в группе риска находятся дети. Еще раз, значит, адрес в интернете drosh.lv, где можно сообщить о каком-то нарушении в социальных сетях или в интернете в целом. Там есть телефон доверия, его номер, и можно узнать о занятиях, где научат, как себя обезопасить. Майя, с Новым годом! Огромное спасибо! И удачи в делах! Всего доброго! У нас с Олегом небольшая пауза, после которой мы поговорим о премьере в латвийско-национальной опере опере «Гамлет». И слушайте «Гамлет». Продолжение следует... Продолжение следует...